доброго времени суток дорогие друзья подписчики и гости этого канала и сегодня речь пойдет о таком персонаже как сельфида света она же естественно михаэла мишка михаэль называйте ее как хотите пройдемся по ее скиллам расскажем где ее использовать какие ироны одеть и вообще стоит ли ее качать итак поехали первый скилл что же делает ее первый скилл вы наносите дамагу бьете один раз и с определенным шансом можете закинуть дот на 3 хода вот что такое дот это дэмэдж овертайм яд как его еще там называют там черепок в игре его еще называют ну попросту дотом сокращенно называет этот этот дебаф что он делает за каждый тик он сносит по 5 процентов максимума хп той цели на которую вы закинули то есть теории допустим у цели там 10000 хп высчитываете 5 процентов от этого столько снесет стабильно это тот его нельзя никак уменьшить и увеличить уменьшить только шилд комплектами но это другая уже идет немного механика да то есть увеличить дамагу от этого черепа нельзя если вы не сняли снесет стабильно 5 процентов хп и так едем дальше что делать второй скилл второй скилл с откатом три скилла и скилла в 3 хода при фулл проточенном скилле соответственно что он делает вы максимально откатываете скиллы одной цели то есть к примеру вы ходите против часы руки так как у нее 3 фулл прокачки четыре хода на третьем скиле вы полностью откатывайте скиллы она не сможет 4 ходу использует свою свою ульту свой третий скилл да что еще делает интересного вторым скиллом это же михаэль примеру если Если вы в начале боя ударили Теомарса вот этим скиллом, то его можно ваншотать, если вы откатили ему, соответственно, скиллы. Так как его эндурка не появится, то есть его пассивка, когда вы его доводите до фактической смерти, то есть у него остается 1 хп, у него появляется этот щит. Щит попросту не появится, то есть вы можете ваншотать Теомарса. То есть этот скилл зайдет против любых страшных скиллов, которые вы не хотели бы, чтобы скастовали против вас. То есть против хиллеров, против ДД, а там используете на свое усмотрение, естественно. Да, против всяких массовых контролей типа Верада тоже очень чудесно зайдет. Вот, срабатывание скилла изначально 100%, но зайдет ли скилл или нет, это будет зависеть от вашей точности на вашей Михаэле и резиста на ваших враге, это естественно. Так что не забывайте про это, то есть ваша точность должна быть больше, либо хотя бы равна резисту вашего врага. Ну так как вы никогда не знаете, сколько резиста у вашего врага, да, то есть хотя бы в теории, если это ваш, не ваш друг там какой-то или того человека, которого вы можете потом посмотреть, сколько же там было резиста, то старайтесь всегда делать больше, если вы рассчитываете все-таки на этот скилл. Да. Итак, третий скилл, что он делает? Кстати, третий скилл у нее после ивейка улучшается, до ивейка у нее отхил на 20% и щит на 2 хода, а после ивейка на 30% отхил, так еще и на 3 хода. Да, вот, она хилит, получается, на 30% от количества хп каждого члена пати и закидывает баф на защиту на 3 хода, то есть баф на защиту увеличивает деф на 50%, я думаю, все это и так знают. Вот, соответственно, при фулл прокачке скилла, а там точить всего лишь один раз нужно, я вам покажу это на своей Михаэле в конце, возможно, по-моему, она у меня есть. Да, вот, 3 хода, то есть это склоняет вашего персонажа к тому, что он может держать всю вашу пачку под бафом и под хилом каждые 3 хода, ну, просто постоянно, нон-стоп. То есть откат 3 хода и баф на защиту на 3 хода, то есть если у вас там не на прокает виолент, вы в теории будете постоянно под бафом защиты, если у вас его, конечно же, не снимут. Это очень большой плюс при таком откате, соответственно, то есть это постоянный нон-стоп хил и, соответственно, баф на защиту. Да, а представьте, это все в виоленте, это, естественно, намного будет круче все-таки, как ни крути. Ну, и лидерка ее, наверное, более чем бесполезна, хотя, может, где-то вы ее пристроите, то есть увеличивает стойкость стеки и света на 50%. Возможно, где-то на ГВ вы будете использовать ее в танкопати или, наоборот, в такой интересной пати, как Михаэла, к примеру, Шан, если у вас есть, я не знаю, как вариант, да, и Кобыла. То есть есть и ускорение 2, и антикрит, и баф на защиту, и под хил, есть постоянный раскол, и контроль, и хорошая дамага, и лидерка. То есть решать, конечно же, вам, ставить ее в лидеры или нет, если у вас нет вообще никакой другой альтернативы. Где ее можно использовать? Скажу так, ее можно использовать как новичку, так на средней стадии игры, так и в лейте, допустим, на арене и ГВ. Новичку ее можно использовать, естественно, и на арене, и на ГВ, логично, особенно, если вам повезло. Вы иточнули третий скил, можете пока даже забить на первый и второй, чтобы, ну, Диавол Монов я бы на нее не тратил. Ну, это как-то глуповато, я так скажу, потому что эти сельфитки могут вам навыпадать, а Диавол Мона вы лучше оставьте на первородок. То есть если вы третий скилл апнули, вы ее можете стабильно использовать на гиганте, на драконе, если у вас нет вообще никакого хила, допустим, с белкой, да. Вот, вы ее сможете использовать в башне, если у вас нет хила никакого, да, то есть это плюс защита, но все-таки, наверное, Шэнон будет профит не в этом варианте, так как Шэнон плюс Михаэл вы вряд ли будете использовать, но если у вас вместо Шэнона другой какой-то персонаж, то есть задумайтесь о Михаэле. Она может откатить скиллы на боссе, это тоже будет все-таки вам приятным бонусом. Да, даже не на боссах, на других каких-то волнах она может откатить какой-то главный скилл, и персонаж кого-то не воскресит, не подхилит, там вас не задебафит, это тоже все-таки как ни крути важно. Вот, где ее еще можно будет использовать? Возможно, на каких-то питонах, возможно, если вы ее где-то пристроите, типа там на воде, да, то есть защита будет постоянно, на огне, возможно, вы ее поставите. То есть ее из-за того, что она, ну, скажем так, нейтральной стихией света, да, вот, то есть ей все равно будет где, в каком данже, скажем так, используется. Ну, кроме, наверное, некромата, так как у нее нет мультиатак, она там будет более чем бесполезна. Это факт, да, даже белка будет и то полезнее, наверное, из-за того, что у нее есть раскол. Хотя у Михаэла есть дот, тут решать, конечно же, вам. Да, то есть начиная с гиганта вы ее сможете использовать. Какие руны ее одеть? Новичку и в средней стадии плюс лейте. Новичку вы можете одеть банально в три комплекта энерджи, да, скорость, хп, хп. Или скорость, хп, точность, что просчитывает на второй скилл, ну, и отчасти на первый, если вам важны ее доты. Вот, а комплекты энерджи вам дадут, соответственно, количество хп. Потом вы можете ее переодеть в свифт, если вы видите ее как чуть бы не первым ходящим персонажем, чтобы она закинула, к примеру, щит, либо откатила кому-то скилл, чтобы, допустим, у вас вариантов два, либо отхилить и кинуть щит, либо кинуть щит в начале хода, чтобы получить меньше дамаги в теории, как бы, то есть решать, естественно, вам. Вот, ну и самый профитный вариант, это, конечно же, Виолент. Вторым комплектом, зачастую, что я вижу, это либо Иммун Сет, либо Дестрой даже вижу. Но Дестрой на этом саппорте я не вижу прикола. Она очень мало дамажит, поэтому Дестрой, ну, не знаю, это такое, наверное, безвыходе. Я бы одевал бы Иммунку, либо Немезис, по-любому, да, одевал бы Иммунку, либо Немезис. В комментарии я оставлю очень хорошую ссылку, где вы будете знать, если вы новичок, что такое Немезис, что такое Фатал, что такое Рейд, что такое Виолент и тому подобное. Я не называл и не буду называть никогда руны на русском языке. Это убогость деградантов, которые скатились по полной. Я скажу так, потому что руны в русскоязычном клиенте меняют чуть бы не каждую неделю в названиях, и я не собираюсь подстраиваться под этот русскоязычный клиент. Да, в плане перевода рун и персонажей. Если вам не нравится, не смотрите гайды. Если нравится, банально перейдите по ссылке, выучите 5-6 названий рун и не задавайте гнипых вопросов, да, по поводу того, почему я говорю название рун на английском языке. Потому что я с первого дня знал название на английском языке, даже еще не играя в эту игру, а просто посмотрел некие статьи, которые были письменно написаны и не было еще никаких видеогайдов. Продолжаем. То есть этого персонажа вы сможете юзать на арене, на ГВ, как в защите, так и в атаке. Плюс, если вы новичок на гиганте, и возможно еще где-либо, хохи там, какие-то пофармите с дэшки, если вам нужен хил. Очень хороший персонаж, чем? Большая база ХП. Большущая база ХП для такого персонажа. Тем более, под статусом не ХП, здоровье, а поддержка. То есть у нее почти 12 тысяч ХП. Это немало на 40-м левле. База защиты, насколько помню, у нее где-то 540. То есть это 560-540, я точно не помню. Это ниже среднего. Но у нее большое количество ХП. Если вы еще там 300-400, там 500 брони сделаете, это будет неплохо. Но делайте там 1000 брони в плюсе, это, я считаю, глупо. Лучше ХП и больше сделает, мое мнение. Чтобы вас хотя бы не лишение, да, и не пробивали персонажей, которые игнорят броню. И бьют хаос-атакой, например, там, как... Как кто? Арнольд, да? Вот, который у меня там сзади был. Как Арнольд, либо, допустим, та же Рама, да, или подобные персонажи. Типа ее же подруги Сельфиды Тьмы. Она тоже бьет хаос-атакой. То есть ей все равно там на броню, на ХП абсолютно. То есть бьет статической дамагой. Вот, руны какие я сказал, по статам какие я рассказал, где использовать, рассказал. Использовать этого вам персонажа качать или нет. Скажу так, если вы новичок и на средней стадии игры, советую. Советую. Очень хороший персонаж с маленьким откатом скиллов. То есть с ней проблем у вас вряд ли будет. И она зайдет во многие пачки, где вам нужен подхил плюс откат скиллов. То есть вы ее будете брать, естественно, больше из-за подхила. Ну и откат скиллов плюс баф защиты будет вам на руку, как ни крути. А если еще и доты какие-то пролетят шальные с первого скилла, и у вас фул раскачан скилл, да. То есть тоже будет неплохо на целых три хода. А еще и прок Виолента, представьте, да. Два дота закинуть по три хода. Вот вам получается минус 30% ХП на каком-то танке, хиллере или на каком-то ДДМ. На кого бы вы не закидывали эти доты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам гайд мой понравился. Делитесь с ним. Им же, с друзьями вашими, кидайте в соцсети, репостите в фейсбуке, где бы вы там не сидели. Да, оставляйте комментарии, на кого бы вы хотели увидеть следующий гайд. И опишите пачку, в которой именно вы используете эту Михаилу. И вообще раскачали ее вы. И нравится ли она вам вообще. Да, мне персонаж нравится, но пока я не нашел на нее рун, чтобы ее использовать. Так как она мне зайдет очередной игрушкой на ГВ. Всем удачи, качайте правильных монстров и одевайте их в верную руну. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok